Ролик создан благодаря щедрой поддержке премиум подписчиков. Спасибо большое! Третий тур. Тираниды. Релик. До четырех карточек по Моэлю. Понеслась! Третий тур. Релик. Тираниды. Так, ну мы тут, как обычно, огромной простынью с индепами, говорить особо не о чем. Тут у нас Растиран. Варлар. Летающий. Полный дом Геночи. 20 рел. С бродлордом. И где-то там еще риперы сидят за углом. Да, вот они такие симпотные. Так, здесь у нас термаганты. И второй тираниды. Как-то так. Ну, вы можете видеть, что у оппонента достаточно сильный Ростер. Ну, во-первых, там есть три больших жука. Ну, как, два больших и один средний. Это летающий тиран. Это Шварнфюрер, которого я почему-то назвал пешим тираном. Не сказано его обидев. И это Брутлорд, который, конечно, парень хрупкий, зато наваливает так, что потом икается еще всю неделю. Из мелких жуков у нас большое пятно термагантов. Под тридцатку, по-моему. И двадцатка Геночи. Ну, там какие-то риперы бегают. Вот и вся недолгая. Это все ходит далеко, стреляет и бьет очень и очень больно. И тут я сразу же сталкиваюсь с очень серьезной дилеммой. Потому что мы играем релик. И по логике надо отдать ход тиранидам. И пусть ходят первыми и подставляются под меня. С другой стороны, у меня вот был такой подсознательный страх. Что Геночи сейчас на дохерище пробегут. Возьмут релик и с ним таки убегут. На-на-на-на-на-на-на-на. В другую часть диплоя. И я же их не догоню ни с em'ry. Я все-таки не настолько быстрый. К тому же будут и другие проблемы, кроме этих Геночей с реликом. И в результате я принимаю спорное решение ходить первым. Да к тому же идти к релику. То есть он, по сути, подставляется под чар всего, что есть в армию оппонента. Да, глупо, да, возможно, грубовато, и мои страхи наверняка бы не подтвердились, если бы я сыграл более сейфово. Однако, ну, что имеем, то и имеем. Мой первый ход. Первый ход гвардии вообще без сюрпризов. Все, что могло двигаться, ну, кроме минометов, пошло вперед. Достаточно быстро. Скоро мы заберем этот релик, но на самом деле нет. Психофаза, инквизитор не кастил, пусть далековато. Либрадред, как всегда, две шестерки на крыльях, пришлось реролить. Квикенинг не скастил. Шутинг фазу, пихтура еще так немножечко подвигалась за приказы. Дети взяли релик, ждут, что их застрелят. Из минометов пошарашили по Геновичу, убили четырех. Сделай одну карточку. Ну, тут я, как обещал, и без эксцессов. Просто все продвинулись вперед. С нетерпением ждем возможности получить порожее рендинг-клапсой. Ну, не впервой, а пусть переживем. Аки-тераканы из-под ванной. Вылезли все. Вот тебе гинокрады, хурма, большие звери. Только риперы в домике остались. Сейчас что-то будет. Три больших жуха раскиставались просто вот максимально. Сюда ФНП-шучку. Сюда минус 1 на тухит. Кэпа-фароксизм. Анслот на жучков. Прям вот вообще ничего не смогли противопоставить. Ну, как вы можете заметить, после шутинг-фазы терамидов гвардейцев стало ощутимо меньше. Потому что термаганты это, оказывается, аскеат. Короче, убили здесь одну пачку. Оставили только двоих гвардейцев во второй. Причем за стратагемку еще и стреляли дважды. Это просто панишер отдыхает. А эти ребята за пинок от Штурмфюрера по Адвантиле еще раз. Ой-ты-боже мой. Сейчас будут чержи. Позвучи чержи. И Штурмфюрер пришел к этой пачке гвардейцев. Тут даже прибежал бродлорд. Геннечи завязали вообще весь план. Так, в КТХ. Геннечи били-били-били-били. За 3 кп били еще раз. Короче, тут осталось типа 4 гвардейца. И тут вот еще один. Из 60-ти Карл. Ну, тут Штурмфюрер и бродлорд дорезали гвардейцев у релика. Нам стало резко грустнее. Кэп на Херойке подошел. Там типа двоих-троих убил. Меня уже, мол, подзадолбали эти расписки, которые мне за ход снимают большую часть эгрешников. Ну, во-первых, очень неприятно удивили термоганды. Они там под какими-то стратагемами такое ведро выстрелов выдают. Просто мамма миа. И я прекрасно понимаю, что по тем же спейсмаринам это было бы далеко не так разрушительно, как по эгэшникам. А, ну, что имеем, то и имеем. В результате один фланг от гвардейцев зачищен. Ну, дальше Геннечи. Я там еще, как обычно, обосрался на расстановке пачек гвардейцев. В результате они смогли завязать всю тридцатку на этом фланге. Ну, и предсказуемо ее сожрали. Это генокрады. Еще и били дважды. Ну, там от меня какие-то вялые пинки в ответ. Блатовский кэп подошел на хероики. Ну, там, типа, четверых-пятерых генокрадов убили. Совершенно несерьезно. В целом, я очень морально подавлен после первого хода, потому что 60-х геннеков как не бывало. У меня остались только индепы. Хотя умом я понимаю, что партии еще далеко от завершения. Я потерял только 240 очков. Основные ДДшники еще в строю и готовы бить в ответ. И благо, вражеские персонажи, вражеский центр, основа вражеской армии подставилась. И мы пойдем бить ей рожу. Ну, или хотя бы попытаемся это сделать. Так, момент фаза. Долг думал, решил кэпом не фулбэк. Слушай, ладно, постоит он с геннечами один ход, авось не помрет. Либрадредд и все игрешные индепы полетели на хоум. Туда же прыгнул второй Блатовский кэп. Как-то так. Дредд, крылья, квикенинг теперь вот там. Инквизитор с майдецким две лунды шварчуру. Отмену овервоча форму не смог. Обленился. Шутинг фаза, минометы отсюда, минометы оттуда. Всякие пистолеты, штурмболтеры, синдепов. Чуть-чуть покромсали хурму, но ее еще много. Происходит куча мала. А именно, два командира и инквизитор пришли сюда наматываться на геннечей. Либрадредд, Стракен и священник пришли к шваруфюру. Долго думал по поводу того кэпа, решил все-таки пожадничать и погнать его в Бурглорда. Ну и хрен с нами. Только Булгрин такой стоит. А чего? Куда идти? Ну ладно. ХТХ, веселье, упоротость и т.д. и т.п. Геннече осталось уже пятеро, но взамен они убили одного из полковых командиров. Стракен и Либрадред били-били-били-били-били-били. Швармфюрер остался в одной. Ну и там попы еще за точкой тыкал, но кто на него обращает внимание. Здесь капитан с Бурглордом разменялись. Бурглорд его загрыз, но хэп отбился после смерти. Ну, в общем-то, уже даже слепой бы понял, что исход этой партии, как и двух предыдущих, будет решаться в фазу ХТХ. У меня все-таки слишком много очков вложено именно в ХТХ-шных персонажей. Однако в фазу стрельбы я был очень-очень-очень-очень-очень-очень рад тому факту, что взял в ростер две пачки минометов. Потому что они нашли таки свое призвание стрелять по хурме. Там все-таки только шестой сейв, и в результате маленьких стрелючих жучков стало поменьше. Что приятно. В фазу Чирджей, к счастью, без эксцессов. Все, кому надо, до ХТХ дошли. Ну, кроме Булгрин-бодигарда, ну да ладно. Он там остался в ренже, чтобы Стракен на него в случае чего вунды скидывал, и то неплохо. Во время драки меня приятно удивило то, как два полковых командира Кэп и Инквизитор нарезали Геннечей. Их осталось-то, по сути, всего пять штук. Уже не так страшно. А всю ответку Кэп принял на свой чудесный шторм-шилл. Либродредд и Стракен долго-долго-долго-долго стучались в швармфюрера. Жук чертовски крепкий. У него все-таки третий инвульф ХТХ. Однако Либродредду достаточно пронести всего лишь пару атак, и в результате наш чудесный именной тиран остается уже только в одной вунде. А он все-таки деградирует. Ну, не убили, конечно, но все равно приятно. Стало дышать чуть полегче. Опять же, его ответные атаки в Либродреда будут уже значительно слабее. Касательно Кэпа Варларда. Он все еще под пароксизмом, то есть в любых условиях бьет последним. Я долго думал, что с ним делать. Можно было погнать его в швармфюрера, и, возможно, тогда бы мы его доели, если бы швармфюрер его перед этим не зарезал. Но мне очень не нравился этот мерзотный Брудлорд, который, значит, стоял в тылу, кастил две психосилы, и он был все еще фуловый, и наваливал дай боже. Поэтому я послал Кэпа в него. Ну, были шансы оттанковать третьим инвульом, я их и не воспользовался, но, к счастью, у меня были две КПшки на то, чтобы отбиться после смерти. И в результате Варлар Брудлорда с собой утащил. Ну, хоть какое-то утешение. Ладненько, сейчас ход тиранит, ну и в ХТХ стопудняк придет летающий тиран. Славная драка продолжается. В момент фазы Геннаджи тут колбэкнулись, потому что могут себе это позволить. Это сделал и Штармфюрер. Летающий тиран подлетел сюда, форма выстроилась в такую огневую колбаску. Магия. Так, отсюда тиранистский смайлифстракен и отменили за Либрадуретта. Он обычным смайтом мы скинули вон тут на Булгарина. Либрадрад теперь опять бьется в последнем, потому что Штармфюрр так сказал. Эти ребята хотели стрелять после адванса, но Инквизитор сказал нет. Стрельба. Нас щемили изо всех сил, но мы не сдавались. Стракен какое-то сумасшедшее количество саевов на этой своей силовой жилетке откинул, потому что ковер это тема. Прист в одной вунде. Вроде даже все. Фух, ну и драчка. Для начала сюда пытались чержить пять геночей в Инквизитора, Командира и Капитана. Они кинули их с гранатами очень хорошо, убили троих. Еще двоих забили в ХТХ. Здесь тиран убил Стракена, ему в ответ Булгрин ручкой от Швабры четыре вунды снял. Ну или Брадрад доел Штармфюрера. Так что еще деремся. Еще деремся. Вот полный пафоса и превозмогания. Но для начала попытки летающего тирана закидать Стракена марталками успехом не обернулись. Там, где не помог Динай, помогла возможность скидывать вунды на Булгрин Бодигарда. Во-вторых, стрельба, в рамках которой Стракен оттанковал своим вторым саевом, ну потому что у него третий армор и он стоит в руинке, какое-то сумасшедшее количество стрельбы из Девауреров. И от Термагантов. Так что, ух, полковник, вообще молодец, окупился. Далее, чрезвычайно удачный овервотч от Инквизитора, Бладовского Кэпа и полкового командира Катачанцев, в которых подчарджили геночек, которые до этого зачем-то от них фуллбэкнулись. Ну, видимо, чтобы полностью воспользоваться доктриной флота Хронос или кого-нибудь там. Бегемот, Кракен, ну, жуки поняли, о ком я. Покидали с гранатами, убили троих. В результате двух оставшихся геночей забили в ХТХ и этот фланг освободили. Героическая драчка Либрадреда со Швармфюрером закончилась предсказуемо. Швармфюрер его не пробил, потому что сила уже упала до шестой, пробивал только на пятерочке. Ну, а Либрадред его в ответку на Глебу-то насадил и стало дышаться уже прям совсем хорошо. Тиран в ХТХ, к сожалению, таки раздавил нашего героического полковника Стракена, однако на ход партии это уже не повлияет. Потому что там, во-первых, Булгрин еще какое-то время постоит, потанкует на свой четвертый инвуль. Либрадред к целехане, и второй Блодовский Кэп уже на всех парах несется к центру карты, чтобы убить последнего большого джука и таки отдать пау в руки ренегатов. Ну, увы, я решил попом отбежать от хурмы, чтобы в нее еще с минометиков пострелять. Взял релик. Либрадред, не смотря на то, что бьет последним, уж хер с ним постоит в ХТХ, командир, второй Кэп подпрыгнули, чтобы драться с Тираном. Инквизитор так ленивенько подошел. День в Варпе слишком темна, потому что Инквизитор не скастил ни хрена. Дред вообще оперился, пришлось за последнюю КПшку реролить. Ну, ладно, мы будем по-честному, по-честному. ХТХ. В стрельбу командир кидался гранатами и две пачки минометов стучали по хурме. В хурме осталось пять жучков. Греческая ХТХ, ну, конечно, навалились всей командой. Владовский Кэп, Инквизитор, Булгрин, командир убили Тирана. Тиран паскуда взорвался, всем раздал мартау. Но мы не удаваем. И хурма, лишившись всего синапса, по ледочку убежала. Несмотря на минорные неудачи в фазу магии, в стрельбу мы уже действовали по отработанной схеме. А именно, продолжали пинать термогантов. Ну, благо, они схлопываются вообще с полпинка. Соплёр в них кинул, они уже мертвы. В фазу ХТХ Либрадрен предсказуемо закончил летающего Тирана. Всё-таки Глефа это страшная вещь. И даже взрыв Тирана-морталками наш победный марш не остановил. Ну, а дальше заканчивается Синапс. Хурма смотрит на свой пятый ледак. И остатки Жуков поля боя покидает. И в результате у оппонента остаётся только три Рипера в диплое. Ну, а дальше ГГшечка. И, честно, двадцаточка в мою пользу. Ох, чрезвычайно классная игра. Драма, куча мёртвых ЭГшников и славная-славная героическая ХТХ в самом центре карты. Было очень круто. В результате я поднялся на третье место в турнирной таблице и даже получил кое-какой приз. Ну, минимум, входной взнос мы турнир точно отбил. Ну и плюс меня пока как опытного игрока в единорегии не забанили, что уже неплохо. Можно будет сходить туда как-нибудь ещё раз поунижать новичков. Ха-ха-ха-ха. Вообще шучу, блин. Новички такие пошли скорее меня унижают. Вот. В целом, безумно хороший день, безумно классные три игры. Я надеюсь, что вам было, ну, хотя бы половину так же интересно смотреть все эти репорты, как мне было их играть и снимать. В целом, по ростеру мне очень нравится этот архетип, что вот гигантские пачки пехоты и за ними блодовские мдепы. Даже с учётом последнего Чаптора Пруда, как бы Смэш Капитан подорожал на 15 очков, хрен с ним, я готов заплатить на 15 очков. Он всё ещё наваливает очень классно. Ну, про Либрадредика вообще молчу. Из этого ростера мы уберём только миномёты, ну, потому что они слишком сильно подорожали. Ну, там, не знаю, освободившиеся очки потратим, например, на плазмоганные в пачке эгэшников. Ну, раз в полгода, наверное, пригодится. Этот ростер мне ещё очень нравится тем, что он очень легко скалируется на более значительные форматы, там, на полторашку и на две тысячи. Ты просто набираешь больше обычных эгэшников, добираешь третьего полкового командира, добираешь третьего капитана, возможно, второго Либрадреда. Ну, и там какой-нибудь мелкий эгэшник саппорт, прямая Сайкера, Астропата. Всё всегда полезно. Так что пока поиграем вот этим. Блин, надо купить своих Либрадредов и законверсить их под хаоситов. Вот чем я займусь в ближайшее время. Ладно, ребятишки, пришло время прощаться. Всем ещё раз спасибо за внимание и не болейте. Ну, а я постараюсь сделать побольше репортов. Мах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова